Центром экстремального отдыха в Одессе стал заброшенный завод Орион. В субботу там прошел фестиваль экстремальных развлечений. Лазер-так и роп-джампинг испытала на себе Яна Алиматова. На улице солнечная погода и плюс 15, а это значит самое время активно проводить досуг. Отправиться за новыми ощущениями вы можете на заброшенный завод Орион. Там вы попробуете себя в совершенно новых амплуа, например, в роли лучника. Просто пальчик я пускаю. На фестивале был представлен не один вид спорта. Своими ощущениями поделился один из лучников. Мне нравится в нем чувство охоты, когда ты видишь мишень, тебе хочется в нее попасть, показать свое превосходство. И черт побери, это классно встретит. Атмосферу фестивалю создают и костюмы, в которых пришли участники. На мне копия реконструкции одежды 13-14 века, рубаха шоссы-бре, собственно, лапти и шаперон, головной убор. Далеко от 14 века мы не ушли. На фестивале нам встретились рыцари в настоящих доспехах, которые соревновались за звание самого смелого и сильного, как в средневековье. Каждая девушка мечтает о рыцаре на белом коне. Верного скакуна вы здесь не встретите, но рыцарей найдете. Место для себя найдут и любители современных развлечений. В паре метров от рыцарских боев и стрельбища для лучников расположился полигон для лазертага. Там проходил чемпионат по самому безопасному, как считают игроки, в виду спорта. Лазертаг – это самый безопасный активный отдых на базе военно-тактической игры. У нас идет оружие-макета, в которое внутри интегрирована электроника. По нажатию на курок мы слышим сами выстрелы. Когда мы попадаем в голову, идет звуковой сигнал и, следовательно, человека убивают. Сейчас вот меня убили. Жемчужиной всего фестиваля стал роупджампинг. Это вид спорта, который заряжает адреналином на неделю вперед. Проверяли себя на смелость все любители острых ощущений. Не побоялись и мы. Предыдущие участники фестиваля решались на прыжок довольно долго. Сейчас посмотрим, насколько быстро смогу это сделать я. Это значит выпрыгнуть вперед грудью. Если ручки расправить по бокам. Профессиональный роупджампер Денис утверждает, что этот вид спорта абсолютно безопасен, если его организацией занимаются люди с высокой квалификацией. Давай, раз, два, три. Все люди, которые приходят как на аттракцион, попробуют, что это такое, они должны только почувствовать интересное ощущение, острое ощущение полета, то, как они преодолевают себя, прыгают со здания. Вот это интересно. И они не должны ни в коем случае рисковать своей жизнью или здоровьем. И роупджампинг может это обеспечить. То есть в этом плане должны, конечно, этим заниматься только профессионалы. Если вы тоже хотите испытать свои силы или побороть боязнь высоты, то приготовьтесь. Такой фестиваль организаторы планируют проводить каждый месяц. Яна Алиматова, Алексей Филиппов, 7 канал.